Введение в концепцию. Отправимся в увлекательное путешествие по краям возможностей нашего мира. Представьте себе, перед вами открывается возможность путешествовать в пространстве времени на скоростях, о которых раньше можно было только мечтать. Вы, наверное, слышали о скорости света, самой быстрой скорости в нашей Вселенной, которая составляет примерно 186 282 мили в секунду. Столетиями этот предел был границей, способной переплести реальность и фантазию. Что же значит двигаться со скоростью, близкой к этой? Прежде всего, это вызов нашему пониманию физики и законов, по которым мы живем. Ученые и фантасты по всему миру заворожены этой темой, потому что именно здесь скрываются загадки, которые могут изменить наши представления о времени, пространстве и бытии. В этом ролике мы разберем неожиданные и часто парадоксальные эффекты путешествия на таких скоростях. Ведь это не просто академическое упражнение. Это может стать реальностью благодаря новейшим достижениям науки и технологий. Теоретики и инженеры уже сегодня работают над способами, приближающими нас к этой грани. Новаторские проекты и эксперименты в области физики, высоких энергий, космических исследований и квантовой механики обещают сделать путь к 99% скорости света не только темой для дискуссий, но и возможной действительностью нашего будущего. Вместе мы исследуем, почему такие скорости влекут за собой эпохальные открытия и какие перспективы нас ждут. Приготовьтесь погрузиться в мир, где грань между возможным и реальным постепенно стирается, приводя нас к новому пониманию Вселенной и нашего места в ней. Это путешествие начинается прямо сейчас. Глава 2. Время замедляется. В воображении вы мчитесь по бескрайнему космическому пространству, но каждый ваш миг растягивается, становясь вечностью. На скоростях, близких к скорости света, время словно испытывает трансформацию, которая выходит за рамки нашего повседневного понимания. Это уникальная временная иллюзия, прямое следствие теории относительности Альберта Эйнштейна, согласно которой время не абсолютное и фиксированное, а зависит от скорости и движения. Потрясающе, но для наблюдателя на Земле ваше путешествие может казаться вечностью, в то время как на борту корабля время замедляется почти до остановки. Представьте себе, пролетающие минуты вашей жизни превращаются в века для тех, кто остался дома. Такая разница в восприятии времени называется временной дилатацией. Это явление действует как своеобразный мост между нашими известными научными законами и неизведанными загадками Вселенной. Погрузимся в детали. Если бы корабль достиг 99% скорости света, часы на борту начали бы тикать значительно медленнее, чем на Земле. Это значит, что для вас трехнедельное путешествие может обернуться долгими годами на родной планете. Это не просто теория, а доказанный факт, подтвержденный множеством экспериментов, в том числе наблюдениями за элементарными частицами, движущимися на высоких скоростях. Этот концепт может выглядеть фантастично, но он подтверждается на практике. На таких скоростях прошлое и будущее переплетаются, и каждый миг открывает перед нами всю сложность относительности. Приготовьтесь, это только начало нашего пути в мир, где время становится седьмым чувством, завораживающим своей таинственностью и открывающим новые горизонты понимания. Великолепный космос простирается перед вами, и все это кажется нормальным, пока вы не начнете увеличивать скорость до феноменальных 99% от скорости света. В этот момент привычное нам пространство переживает удивительные изменения. Оно начинает сжиматься. Такой явный феномен известен как Лоренцово сокращение. Представьте себе, как ваше окружение драматически меняется. Галактики, которые всегда казались недосягаемыми, на ваших глазах начинают сближаться. Планеты кажутся вытянутыми и приближаются быстрее, чем вы могли себе представить. Если бы вы находились в космическом корабле, наблюдающем из окна, размеры объектов вокруг постепенно уменьшались бы в направлении движения. Это похоже на магию, однако это абсолютная наука, демонстрирующая гениальную теорию релятивистской физики. Эта трансформация в реальности могла бы сказаться на любом, кто решился бы на такое путешествие. Длина космического корабля и его оборудование бы значительно уменьшилась в направлении движения, сожмется даже дисциплинирующая каюта и помещение корабля. Экспедиции на далекие планеты стали бы ощутимо короче благодаря этому необычному сжатию пространства. Дистанции, которые обычно измерялись миллионами миль, теперь выглядят как невероятно преодолимые отрезки. Этот удивительный эффект Лоренцова сокращения не просто академическая гипотеза, это реальный эффект, наблюдаемый в ускорителях частиц, где микроскопические частицы разгоняются до скоростей, близких к скорости света. Изменения в размерах этих частиц могут означать революционные возможности в наших космических путешествиях. Погружение в эту часть теории относительности раскрывает нам очарование невидимых сил, действующих на макроскопическом уровне. Эти открытия меняют наше понимание размеров и расстояний. Вместо постоянных безопасных измерений нашего повседневного мира, мы видим их трансформация в условиях столь невероятного движения. Наше путешествие стремительно превращается в экскурсию по закономерностям, которые поднимают вопрос, насколько удивительно и непредсказуемо было бы реальное космическое путешествие, если бы мы рискнули отправиться в путь при 99% от скорости света. Но постойте, у нас еще так много впереди, чтобы изучить, прежде чем ответить на этот вопрос окончательно. Глава 4. Увеличение массы. Вообразите, как ваш космический корабль проносится сквозь безмерные дали Вселенной, набирая неслыханную скорость. Однако, по мере того, как вы ускоряетесь до феноменальных 99% от скорости света, ваш корабль начинает испытывать удивительное явление – увеличение массы. То, что кажется невероятным, становится реальностью в мире высоких скоростей, которые описываются специальной теорией относительности Альберта Эйнштейна. Откуда же берется эта дополнительная масса? Дело в том, что с приближением к скорости света энергия, которая обычно конвертируется в скорость, начинает проявляться в виде дополнительной массы. В соответствии с уравнением Эйнштейна, E равно mc квадрат, и масса, и энергия взаимосвязаны, и каждая дополнительная порция энергии, вкладываемая в ускорение, изменяет массу объекта. Этот эффект очевиден не только на макроскопическом уровне, но и на уровне элементарных частиц в ускорителях, таких как большой адронный коллайдер. Здесь частицы разгоняются до скоростей, близких к скорости света, и наблюдается заметное увеличение их массы, что требует невероятных усилий для управления и манипуляций их движением. Что это значит для космического корабля и его экипажа? Увеличение массы влияет на всю конструкцию и оборудование корабля. Системам жизнеобеспечения требуется больше энергии для поддержания обычных функций, навигация становится сложнее, а простые перемещения внутри корабля требуют все больше усилий. К тому же конструкторам придется учитывать возросшие нагрузки на материалы корабля, для которых подобное увеличение массы может стать критическим. Это может потребовать инновационных подходов в проектировании и материаловедении, чтобы корабль мог выстоять в таких экстремальных условиях. Понимание и учет увеличения массы – важнейший шаг на пути к успешным путешествиям на скоростях, о которых мы ранее могли только мечтать. Осознав этот эффект, ученые и инженеры получают возможность создания техники, способной выдерживать и эксплуатировать такие скорости для блага человечества. Мы только еще начинаем осознавать все сложности и чудеса, которые приносят с собой движение на грани скорости света. Подготовьтесь к открытию новых горизонтов в нашем межзвездном приключении. Глава пятая. Искажение света. Представьте себе, как вы стремительно продвигаетесь через бесконечность космоса, и все вокруг вас начинает преображаться в причудливую игру света и тени. Но это не просто иллюзия. Когда вы достигаете 99% от скорости света, сам свет, проходящий сквозь пространство, начинает искажаться под воздействием ваших невероятных скоростей. Основным эффектом, который мы наблюдаем, является доплеровский сдвиг. Астрономы хорошо знают его. Это тот же эффект, который вызывает изменение высоты звука, приближающейся или удаляющейся сирены скорой помощи. То же самое происходит со светом. Когда вы быстро приближаетесь к какому-либо объекту, волны света сжимаются, и этот объект становится более синим. Это называется голубым сдвигом. Если же вы удаляетесь от объекта, волны растягиваются, и он становится более красным. Это красный сдвиг. Представьте, что когда вы мчитесь по галактике, вид всего мира вокруг вас изменяется. Звезды, которые были белыми или желтыми, начинают приобретать другой оттенок, в зависимости от вашего направления и скорости. Такой визуальный сдвиг меняет не только цвета, но и форму самих объектов, превращая ваше путешествие в спектакль, сочетающий в себе науку и искусство. Но влияние доплеровского сдвига – это не только интересное зрелище. Важно учитывать и его практические аспекты. Для системы выживания вашего корабля, включая навигационные системы, корректировка траектории может стать проблемой. Причем ошибки в расчетах могут угрожать безопасному завершению миссии. Это также затрудняет коммуникацию с Землей. Сигналы, отправляемые на вашу крейсерскую платформу, могут изменяться и искажаться, требуя применения сложных алгоритмов декодирования. Эти технологические препятствия лишь подчеркивают, насколько сложной задачей является освоение космоса на таких скоростях. Понимание искажения света становится ключом к успешному путешествию на 99% скорости света. Это не только открывает новые возможности в области космических исследований, но и позволяет нам в очередной раз оценить красоту окружающей Вселенной, когда мы движемся по ней на грани известных человеческому разуму скоростей. Безусловно, наши приключения в мире света и тьмы становятся все более сложными и захватывающими. Подготовьтесь к погружению в неизвестное и продолжайте открывать тайны Вселенной на следующем этапе нашего космического путешествия. Глава 6. Колоссальная энергия. Воображение уносит вас в мир, где ваша задача – разогнать космический корабль до 99% скорости света. Но вот вопрос. Сколько энергии потребуется для этого грандиозного предприятия и где ее взять? Потребности в энергии в этом случае просто колоссальны. Чтобы разогнать объект до 99% скорости света, вам понадобится невероятное количество энергии, сравнимое с объемами, которых мы еще не достигли во всей истории человечества. Энергетические затраты возрастают экспоненциально по мере приближения к этой недостижимой скорости. Поразительным фактом остается то, что частично это связано со знаменитым уравнением Эйнштейна E равно mc квадрат. Согласно этому уравнению, энергия и масса взаимозаменяемы. Чем ближе вы приближаетесь к скорости света, тем больше энергии требуется, и это приводит нас к увеличению массы, о котором мы уже упоминали. Другими словами, чем быстрее вы двигаетесь, тем труднее и дороже вам становится продолжать разгон. Где мы можем найти такие количества энергии? Современные ядерные реакторы и солнечные батареи даже близко не соответствуют этому требованию. Однако, существуют предложения и проекты, которые могут приблизить нас к этому будущему. Один из них – использование антиматерии, как источника энергии. Она обладает потенциалом быть чрезвычайно эффективной. При аннигиляции антиматерия может выделять огромное количество энергии. Пара килограммов антивещества могли бы поддерживать полет межзвездного корабля на невероятной скорости. Другой вариант – это будущие технологии, такие как космическая тяга, использующая внешние силы, например, солнечные паруса или лазерные двигатели, концентрирующие световые лучи для разгона судна. Однако, каждый из этих методов приходит с его собственными сложностями, трудностями по сбору, хранению и безопасному использованию энергии. Научные разработки в области энергоуправления и космической инженерии играют ключевую роль в реализации этих концептов. Колоссальная энергия, необходимая для достижения 99% скорости света, остается еще одной сложной загадкой, стоящей перед теми, кто мечтает покорить космос. Это заставляет нас серьезно задуматься об альтернативах и новаторских подходах. Путешествие по звездным дорогам и возможность добраться до далеких галактик может стать реальностью, если мы решим энергетическую задачу, стоящую перед нами. Она требует разума, науки и, возможно, немного вдохновения. Начните мыслительный полет, ведь решение может быть ближе, чем мы думаем. Глава 7. Ближе к реальности. Современные исследования. Как только вы мысленно проноситесь через экстраординарные пространства и физические феномены, возникающие на 99% скорости света, перед нами встает вопрос. Как далеко современная наука продвинулась в достижении этой грандиозной цели? Возможно ли на самом деле приблизиться к таким немыслимым скоростям? В сегодняшнем мире университетские лаборатории, космические агентства и инновационные компании становятся настоящими оплотами технологий будущего. Один из ключевых аспектов исследования – это создание более мощных и эффективных устройств, позволяющих разгонять частицы и объекты до высоких скоростей. Мощнейшие ускорители частиц, такие как Большой Адронный Коллайдер, уже помогают физикам исследовать эффекты, которые мы обсуждали ранее, пусть и на уровне микрочастиц. Современные эксперименты с использованием лазерных технологий также открывают перспективы для будущих световых двигателей. Концепты, такие как лазерные паруса, рассматриваются как реальные кандидаты на межзвездные путешествия. Микроскопические спутники, управляемые лазерными лучами, казались фантазией совсем недавно, но в наши дни они активно обсуждаются в научном сообществе. Разработка прототипов двигателей на антиматерии также становится перспективной темой исследований. Огромная энергия, которую они способны выделить при аннигиляции, делает их потенциальным средством для достижения высоких скоростей. Несмотря на сложность производства и вопросов безопасности, некоторые лаборатории уже начали проводить эксперименты в этой области. Космические исследования на Земле и за ее пределами продолжают создавать новые подходы для генерации и управления энергией. Мы видим развитие в области создания более легких и прочных материалов, чтобы справиться с физическими нагрузками при таких высоких скоростях. Постоянные эксперименты по применению сверхпроводников и магнитных полей уже показывают обнадеживающие результаты в увеличении эффективности и безопасности пространства. Тем временем проекты космических агентств, таких как НАСА и ИСА, интенсивно изучают возможности межзвездных путешествий. Программы, направленные на поиск новых планетарных систем и изучение их обитаемости, стимулируют создание технологий, которые смогут доставить нас туда максимально быстро. Итак, шаг за шагом наше теоретическое путешествие к 99% скорости света начинает обретать формы в реальности. Те загадочные эффекты, что когда-то казались нам недостижимыми, становятся областью интенсивных научных исследований и технических разработок. Несмотря на все сложности, перед нами открываются двери в новую эпоху, где путешествия между звездами перестанут быть только мечтами. Научно-технические прорывы продолжают приближать нас к этому феноменальному воображению. Давайте продолжим двигаться вперед, следуя за звездами, и узнаем, насколько далеко нам удастся продвинуться на этом пути. Продолжение следует...